Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите обзор карты боевых действий на субботу, 14 февраля. Начнем с южных рубежей Донецкой Народной Республики. Здесь сегодня бойцы армии Новороссии перешли в наступление. Приблизительно в 5 часов утра артиллерия ополчения провела массированную артподготовку по позициям ВСУ. После чего бронетанковые колонны ополчения выдвинулись к Широкино и не так давно потерянному ополчением Павлополю. На протяжении всего дня и до сих пор боевые действия продолжаются. В ходе тяжелых боевых действий ополченцам удалось оттеснить украинские силы из пищевика и приблизиться вплотную к Павлополю. Под Широкино о каких-либо результатах пока что не сообщалось. Населенные пункты Стыла и Петровская в данный момент находятся под ударом украинских силовиков. На подступах к Петровскому завязался тяжелый пехотный бой. По Стыле украинская артиллерия ведет массированную артподготовку. Украинской артиллерии, которая сосредоточена в непосредственной близости от Донецка и прилегающему к нему населенным пунктам, вероятнее всего был отдан приказ отстрелять все имеющееся БК до начала перемирия. Так как других причин такой активной работы артиллерии ВСУ я не вижу. Под артударами продолжает оставаться Путиловка, Киевский, Кировский, Куйбышевский, Петровский, Ворошиловский. Единичные снаряды долетают до Ленинского и Буденовского. В Макиевке единичные разрывы фиксировались на северо-западе Кировского района и на севере Червоногвардейского. Утром с 9 утра и до полудня ожесточенные боевые действия шли в районе Песок, Водянова и на подступах к району Спартака. Здесь украинские части в Опытном получили достаточно большое подкрепление и вероятнее всего приняли решение подвинуть линию фронта ближе к черте города. С Водянова бойцы ополчения по предварительной информации отошли, но атаку на Пески и Спартак успешно отбили. На северо-западных рубежах Горловки в целом без изменений продолжаются небольшие бои в районах населенных пунктов Майорск, Шумы и Артемова. Массированные обстрелы жилых кварталов Горловки продолжаются. Местные жители здесь сегодня как никогда следят за временем, отчитывая каждую минуту до начала перемирия. Итак, Дебальцевский котел. Здесь на всю мощь заработала артиллерия, ополчение Донецкая Луганская Народных Республик. Артиллеристы Новороссии используют весь доступный арсенал, начиная от минометов и заканчивая реактивными системами залпового огня ГРАД. С самого Дебальцева вот уже несколько дней подряд в небо подымаются густые клубы черного дыма. Точечными ударами артиллерия Новороссии уничтожила здесь склад БК, а также штаб ВСУ. Кроме этого, артиллерия Новороссии ведет практически непрекращающийся огонь по скоплению вражеских сил и техники. А в западной части котла в целом без изменений продолжаются бои за Булавина и Красный Пахарь. Бойцы ополчения прощупывают обороноспособность ВСУ у Камышатки. Массированный артиллерийский огонь ведется по району Ольховатки. Напомню, что здесь за время оккупации украинские силы выстроили достаточно мощный укрепрайон. На донышке котла все так же проходят боестолкновения под Полевым и в Малоорловке. Ситуация в населенном пункте Каменка сложилась аналогично Чернухина. Оттесненные к юго-западу населенного пункта части ВСУ начали прикрываться местным мирным населением. Чем и остановили продвижение бойцов Новороссии. Далее, с Чернухина новых данных пока что не поступает. И переходим к Лагвиново. Здесь бойцы армии Новороссии ведут просто героическую оборону, отбивая атаки и с юга, и с севера. Причем, делая это в некоторых случаях одновременно, бойцы ополчения Влагвинова прекрасно понимают, что на их плечи легла ответственность за успех дебальцевской операции в целом. Накануне бойцами Луганской Народной Республики была предпринята попытка зачистить восточную часть Дебальцева. Ценой больших потерь бойцам Новороссии удалось оттеснить украинских силовиков к центру населенного пункта. Теперь бойцы ополчения имеют хороший плацдарм для дальнейшего освобождения всего Дебальцева. Итак, Луганская Народная Республика Попасная. Боевые действия здесь продолжаются, но результатов, к сожалению, не приносят. Прифронтовые населенные пункты от Первомайска до Зимогорье регулярно подвергаются артобстрелам украинской артиллерии. Артиллерия ЛНР, в свою очередь, ведет огонь на подавление. Вдоль Бахмутовской трассы наблюдается относительное затище. Блокпост номер 29 из село Ново-Ташковское продолжают оставаться спорными территориями. В районе Счастья и Станицы Луганская ситуация не меняется. Здесь продолжаются вялотекущие перестрелки и арт-дуэли. И на этом все. Благодарю всех за внимание и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова